Девушки отдыхают и выиграть 10 миллионов тенге. Ура! Каждый участник понимает, что время его ограничено и нету вот этой возможности на раскачку. Шоу, в котором люди показывают невероятные номера. Нету ограничений. Тут же, я не знаю, так можно нафантазировать. Шоу, которое меняет судьбы людей. Это вне зависимости от того, что ты музыкант, спортсмен или кем бы ты был. Дневники шоу Central Asia's Got Talent – это 20 минут незабываемых эмоций и ярких выступлений. Только здесь мы покажем то, что осталось за кадром. На этапе кастингов некоторые из участников волновались так, что боялись выйти на сцену. В полуфиналах мы видим отобранные номера, поставленные движения и взгляды, наполненные азартом. Ведь на кону победа в самом грандиозном шоу Центральной Азии и 10 миллионов тенге. После кастингов вокалистка из Казахстана Томирис Бекмурзина стала популярна в YouTube. Видеоролик с ее участием набрал более 2 миллионов просмотров и сотни положительных комментариев. На прослушиваниях участница исполнила песню французской певицы Индила. Я выбрала эту песню просто на слух. Она мне просто понравилась. И, честно говоря, я не думала, что эта песня произведет фурор. У нее шикарная тембурголоса, она прям круто спела. Эта девочка, она не только мою любимую песню спела, она даже на таких эмоциях спела, что мы же все удивились. Как так? Томирис – кандидат в мастера спорта по джиу-джитсу. Ее взгляд и исполнение песни говорили о том, что она серьезно настроена на победу. Откуда такой взгляд у нее боевой? Легкая атлетика там, она способствует для развития дыхательных путей, и что хорошо сказывается на, в общем, вокальном состоянии человека. В этот раз Томирис выбрала известную песню «Плакала» украинской музыкальной группы «Каска». Я постараюсь показать свою харизму, также свой необычный вокал, все вместе, как бы два в одном, и удивить жюри на этот раз только еще больше. Томирис, все получилось из «Задуманного»? Да. Довольно? Да. Судьи будем слушать или все нормально? Да нет, нормально все. На сцене Central Asia's Got Talent участники поют, танцуют, рисуют портреты и выполняют акробатические трюки. Команда паркурщиков из Таджикистана прорвалась в полуфинал, несмотря на одно «нет» от Нурлана Абдулина. может, мое «нет», ему так может его разодорить, может помочь разозлить по-спортивному, по-творчески, что он может в этот раз, может меня убедить в обратном. сказали наши минусы, что там потом, немножко желание упало, но мы сдаемся, мы хотим дальше. Сегодня будет шоу, и потом посмотреть на их отзыв, что они скажут на это. Это было искусство, арт оф мувмент, потом стало спортом. Паркур – это уличный спорт, где одно неправильное действие и трюк может превратиться в трагедию, особенно если практикуешься на крышах зданий, как это часто делают наши полуфиналисты. В полуфинале участники перенесли все навыки и умения в рамки сцены и добавили в свой номер танцевальные элементы. Владимир Алексеев Владимир Алексеев Рэпер, мечтающий прославить родной город Бишкек на всю Центральную Азию. На этапе прослушиваний парень не смог справиться с волнением, но судьи поверили в его талант и дали шанс проявить себя в полуфинале. У тебя не получилось спеть, но шоу показать у тебя получилось. Ты весь зал поднял. Я бы хотел сказать спасибо, что в тот раз вы меня пропустили. Это же тоже талант. Просто заразить людей улыбкой своей солнечностью. Владимир безуспешно пытался проявить себя во многих конкурсах Кыргызстана, но только судьи шоу «Централ Азия Сгот Телленд» заметили его талант. На следующий день после первого выступления он приступил к записи новой песни. Но приехав в Казахстан, Владимир решил полностью изменить свой номер. Думаю, либо до завтра мне сочинит другой трек, либо у меня есть заготовые текста, готовые уже. И попробовать сейчас скачать этот минус, и под этот минус уже придумать рифмовку и зачитать, и сделать красиво. Владимир Алексеев, Кыргызстан! Ну, самое главное, то, что музыку, она создается из головы. То, что тыкаешь мышкой на компьютере, в принципе, можно, да, создать там что-то тыканье мышкой, там, какой-то минус, например, или музыку, но сама она создается из головы, ручкой и тетрадкой. Местами, что упустил моральное событие, или просто не хватило сил город, веками создавал любовь, наверное, повод мне не нужен, чтобы пройти вперед. Этого парня не заметить невозможно. Камрон Тургунов! Я участвую в этом шоу для того, чтобы показать телезрителям всех стран, какие творческие люди есть в Узбекистане. А мальчик, я вам скажу, очень талантливый. Я была очень удивлена этому таланту, как он справлялся вообще со всеми этими барабанами. Камрон Бек учится в медицинском училище и любит музыку. Барабанщик благодарит отца за успехи на музыкальном поприще. Благодаря отцу я занимаюсь творчеством. Именно он научил меня играть на гитаре. С шести лет я интересуюсь барабанами и играю на них. Энергетика была мощная, классная. Я думаю, ты еще не раз будешь удивлять не только Центральную Азию, но и весь мир, да? Камрон Бек Тургунов стал еще одним гранд-финалистом шоу Central Asia's Got Talent. Мы напоминаем, что гранд-финал пройдет 22 декабря в прямом эфире на телеканалах Хабар, Зор ТВ, КТРК и ТВ Софина. Кубик Рубика собрать может не каждый, но Шохин Юсупов собирает его за считанные секунды. Благодаря математике и скорости мышления он прошел в полуфинал. Нужно под каждый случай сделать свою формулу. Я выучила все формулы. А математика понадобится, чтобы собрать другие в виде пирамидки, всякие круглые кубики. Я прям даже позавидовала, можно сказать, не черной завистью, а белой. На кастинге Шохин собрал два кубика Рубика и одну пирамидку за 55 секунд. Но такой результат его не устроил. Теперь Шохин намерен побить свой собственный рекорд. А для полуфинала он усложнил номер и добавил в свое выступление несколько головоломок. Я хочу попасть в грант-финал. Хочу выиграть. Достой очень хороший. Хочу собрать все кубы быстро и в конце у меня будет сюрпризик. Фокус покажу. С кубиком. Разобрал кубик. Сейчас положу его под этим материалом. Кубик у нас собирается. Увидимся позже. Спасибо. Спасибо тебе большое. В Центральной Азии есть таланты. Благодаря богатырской силе Ташчайнар и его ученики прошли в полуфинал шоу Central Asia's Got Talent. На кастингах участники проводили через тело 220 вольт и забивали лбом гвозди и выдергивали их зубами. Не просто танцевал на сцене прыгнул, а реально они они избранные какие-то на этой планете. В полуфинале шестилетний сын Ташчайнара Амир тянул полуторатонный автомобиль. Отец сильного мальчика обнаружил его способность случайно. Однажды Ташчайнару пришлось толкать свой джип и Амир решил ему в этом помочь. И стал меня смотреть и говорить а вы почему только тянете машину я тоже могу тянуть. Машина на парковке была и машина дрогнулась. Я поехал объехал зацепил трос на сухое место и на тебе говорю на тебе и он и так произошло почему это было в прошлом году как говорим было 5 лет огромное вам спасибо рахмад здоровья команда иллюминейтед шоу смогла получить золотую кнопку и автоматически пройти в полуфинал шоу на прослушиваниях в узбекистане ребята поразили судей ярчайшим выступлением в полной темноте там было очень шумно шумно зрители пошумели свистели хлопнули но мы тоже были в шоке и они тоже и судьи наверное и потом Гульнор выходил на сцену нас поздравил по одному это было очень круто номер для полуфинала танцоры готовили с нуля создавали новые движения отрабатывали синхронность и настраивали светодиодные костюмы мы приготовили национальные потому что в кастинге не было национальных номеров мало было поэтому узбекская да все жюри хотели национальный номер но было мало поэтому приготовили национальный номер и это узбекская хореография это очень красивая хореография поэтому мы выбрали именно этот направлении если честно вот тот колорит именно узбекский именно вот эта тюбетеечка именно вот 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 это все было настолько вкусно сделано поэтому я что могу сказать наверное спасибо благодарим вас за этот номер это было супер энергичная игра на гитаре и восторг судей руми и янис сделали все чтобы их номер понравился всем теперь музыканты в полуфинале мы знаем что вот в таких конкурсах желательно каждый раз чем-то удивлять и первое наше выступление мы специально выбрали в таком формате что только гитара только голос без аранжировки без минусовки чтобы в будущем если мы пройдем мы уже будем чтобы было что показывать новое не ну ребята просто как можно сказать одним словом это просто профессионалы своего дела они знают они могут и лежа и сидя и как говорится и свисать с балкона могут все спеть в любых как говорится положениях ситуациях ой это вообще это мне очень понравились они они тоже у них такая харизма они у них артистизм они знают как работать на сцене как с публикой работать это тоже очень немаловажно специально для полуфинала ребята исполнили песню те амо композицию о пламенной любви музыканты спели на казахском русском и испанском языках она будет на трех языках все будет ярко все будет танцевально как хотелось итора кстати вот я думаю что этой песне мы можем ну может быть не удивить но по крайней мере заявить о том что у нас есть яркое веселое современное мы сможем подойти ко мне поближе не стесняйся ближе ближе подойти еще поближе я хочу слышать давно обжигай меня давно дай еще огня давно и сгори мы давно 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 но а а а а Танцевальный коллектив Bubble Guys, я не первый год их знаю. Я думаю, что ребята действительно смогут и дальше, и дальше подниматься и удивлять все больше новыми номерами. Потому что у них идеи просто море, море и еще и тележка. Поэтому пожелаю им удачи. Они действительно достойный коллектив. Современная хореография и таджикский национальный танец. Такой необычный микс пришелся по душе всем, как зрителям, так и судьям. На этапах прослушиваний Bubble Guys показали это не только в танцевальных элементах, но и в своих костюмах. Основной акцент команда сделала на тюбетейках, которые представляют каждый регион страны. И каждый из них, они несли с собой не только таланты, не только показали шоу, но еще и, как сказать, кусочек истории. Каждый нес кусочек истории своего города. Ну да, это тоже был оригинальный номер тем, что у них национальный, современный. Номером они как-то вот это сочетали. Этот фьюжн у меня, например, в голове два года был. То есть совмещение и современного, и национального. И вот только можно сказать, на этом проекте мы его и сделали. Какие они классные! Мне вообще так показалось, что это уже номер с гранд-финала. Канатоходцы сураншиевы. На прослушиваниях судьи сказали 4 да, и команда прошла в полуфинал. На кастингах они показали номер в стиле 20-х годов прошлого века. В полуфинале участники показали невероятный номер под названием «Золотой человек». И я скажу, это просто пройтись по одной линии тяжело, а тут пройтись по тросу и вот так вот. Это круто! Они, ребята, я даже почему-то, я верю, что все получится у них сегодня. Нет? Получили 4 да? Ну, как бы с натяжкой наш Нурлан Ага немножко как бы сказал, что в следующий раз хочу увидеть еще больше. И вот пришли и как бы сдержали свои обещания. И будем делать на большом канате своем на улице. Открытый воздух, еще реквизит стоит на воздухе на улице. Адаптация нужна на улице, чтобы работать. Мы же в цирке работали, в секретном помещении. А здесь на улице уже ощущения другие получаются. Трюки еще вот за месяц новые трюки сделали, получается. Но нам... Чуть-чуть немножко волнения есть. У меня мурашки! По правилам шоу пройти в гранд-финал могут только два участника. Первого выбирают судьи, а второго – телезрители. Поэтому все зависит только от вас. Смотрите шоу Central Asia's Got Talent каждое воскресенье и голосуйте за своих фаворитов. Ну, в целом-то праздник-то получился. Дорогие друзья, смотрите шоу Central Asia's Got Talent на нашем YouTube-канале. Конечно же, подписывайтесь. Конечно, ставьте лайки. Конечно, пишите комментарии. Ну и обязательно, я вас очень прошу, нажмите на колокольчик, для того, чтобы не пропустить все самое интересное из мира талантов Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.